В Москве открылся Всероссийский форум здоровья нации. Центральной темой в этом году стало охрана и укрепление здоровья населения России в условиях новых вызовов, в том числе пандемии коронавируса. В течение нескольких дней планируется обсудить строительство новых медицинских учреждений, создание условий для лечения больных, подвести итоги работы по борьбе с распространением COVID-19 и подготовить предложения по корректировке нацпроектов. Ульяновскую область представили губернатор, глава муниципалитетов, представители Минздрава. Глава региона выступил с докладом на пленарном заседании форума. Он рассказал коллегам о том, как в регионе выстраивается система укрепления общественного здоровья. Главный шаг – вовлечение в работу муниципальных образований. Мы сейчас вместе с руководителем муниципалитетов сформировали в администрациях муниципальных образований отделы охраны здоровья, отделы общественного здоровья, которые активно занимаются и решением вопросов в целом здравоохранения, но и одновременно отвечают за задачи профилактики и за здоровый образ жизни. В регионе разработаны программы бесплатной реабилитации медработников в санаториях, организованные туристические поездки выходного дня. Средства выделены из областного бюджета. Мы даже не ожидали, что это будет настолько востребован. А это дало нам возможность не только с самими медиками вести соответствующую работу, но и через них работать с теми муниципалитетами, куда эти медики пребывали. Также гостям форума представили опыт работы общественного движения волонтеры-медики. Добровольцы наравне с врачами помогали жителям области справляться с проблемами. Навещали пенсионеров и инвалидов, доставали продукты питания и медикаменты. Мы бы однозначно рассказали о том, как мы смогли за пять дней организовать единовременную доставку 20 тысяч продуктовых наборов в один день по всем муниципальным образованием нашего региона. Это была слаженная работа нескольких людей. И у нас это получилось успешно. И мы смогли это сделать потом даже еще не раз. И мне кажется, это очень классно. И на территории Российской Федерации такого не было нигде. На форуме глава региона подписал соглашение с директором Института научно-общественной экспертизы, членом Общественной палаты России Сергеем Рыбайченко. В области будет реализован федеральный проект «Навигатор общественного здоровья». Мы выбрали три муниципальных образования. Это Вишкаевский район, Новомалекленский и Ульяновские районы. Где будет реализовываться этот проект? Если так сказать кратко, то это потенциальные годы потерянной жизни. То есть то, что человек мог бы прожить при условии соблюдения здорового образа жизни. То есть то, что влияет на здоровье непосредственно. Программа будет реализовываться в рамках национального проекта «Демография». Анна Тищенко, Юрий Конихин. Новости Управда ТВ из Москвы. Новости Управда ТВ. Новости Управда ТВ.